Всем привет, меня зовут Ботик, и сегодня я расскажу вам, как добавить на свою карту в CSGO модели трех типов. Статичные, динамичные и модели, обладающие физикой. Для начала я хочу поподробнее рассказать о каждом из этих видов моделей. Начну я с статичного вида моделей. В CSGO это PropStatic, Anti-Object. Это один из самых нетребовательных по ресурсам вид моделей. Он абсолютно влияет, конечно, но минимально влияет на рендеринг карты. Эти объекты никак не могут двигаться, они не имеют анимации, они не могут никак взаимодействовать с игроком. Они просто, по сути, их можно приравнять к брашу, потому как они действуют. Но не совсем какие-то отличия, безусловно, есть. Это, грубо говоря, можно их приравнять к брашу, к обычному. Этот вид моделей чаще всего вы можете встретить на картах. Они представлены в виде всевозможных столов, стульев, тех же самых бочек. К примеру, если мы вспомним карту Италия, CS Италия, в CSGO, там навал бревен, это модели, мусорки, это модели, столы, нет, фрукты, как раз-таки это модели, имеющие физику. А все, кроме этого, ну, не считая куриц, естественно, это статичные модели. Пойдем дальше. Дальше у нас динамичные модели. За них в CSGO отвечает анти-объект под названием PropDynamic. Ну, как уже можно понять из названия, это модели, которые имеют какую-то анимацию, которые как-либо двигаются, но двигаются без какого-то участия игрока или физики как таковой. К примеру, вот такой вентилятор можно выполнить как с помощью брашей, так и с помощью моделей, динамичной модели. Они, по сути, являются, ну, не так сильно нагружают рендер, во-первых, нужно сказать, наверное. А во-вторых, они, по сути, являются такими же статичными моделями, только двигаются, можно так сказать. По своим свойствам они такие же статичные модели для игры. То есть никак с физикой они не взаимодействуют. Вот к чему я веду. Теперь, на мой взгляд, самый интересный вид моделей, это модели, обладающие физикой. Понятно, эти модели, они обрабатываются физическим движком игры. Они самые затратные по рендерингу, но самые интересные, можно сказать, в плане геймплея. То есть самый банальный пример, который лично мне пришел в голову, который вы видите сейчас, правда, это скрин из Half-Life, но не суть. Это бочки. Все помнят, что мы можем подойти на карте к бочке, допустим, ну не могу вспомнить, где там бочки, по-моему, на Дасте были бочки. Не важно. Можно подойти к бочке, толкнуть ее, она упадет, покажется, будет взаимодействовать как-то с окружением, с вами будет взаимодействовать с игроком. Будет как-то отвечать на выстрелы, может разломиться на другие объекты. То есть как бы раскрошиться, что ли, как-то, разломаться, вот так вот, разговаривать. Теперь я, пожалуй, расскажу вам сначала в первом уроке, как добавить на карту статичные модели. Затем в последующих двух уроках я покажу вам, как добавлять динамичные модели и, соответственно, модели, обладающие физикой. Итак, начнем. Для начала выберем инструмент создания «Anti» и в списке, вот, кстати, вот здесь вот он находится, я раньше как-то не указывал на это, напишем такие слова «prop», нижнее подчеркивание, «static» и создадим где-нибудь наш «Anti» объект. Вот так, разместим, здесь ставим на кухню. Мы видим, что у нас создался красный квадратик. Это потому, что у нашего объекта, который выводит в игру модель, не задана никакая модель, сейчас просто не указаны ни пути, ни к какой модели. Чтобы это исправить, мы заходим в свойства нашего «Anti» объекта. Видим много всевозможных настроек. Об этом я, скорее всего, надеюсь, поговорю, когда буду делать описание «Anti» объектов, что-то, что у меня начиналось в 1.6, одно из последних видео. Здесь в основном настройки рендеринга, которые относятся к рендерингу. Сейчас нам важна строчка вот эта вот «World Model». Именно здесь нам предстоит выбрать нашу модель. Для того, чтобы это сделать, нажмем кнопку «Browse» и у нас откроется вот такое вот окошко, где нам, собственно, и предстоит выбрать нашу модель. Здесь перечислен список всех моделей, которые находятся у нашей CSGO. Выберем что-нибудь. И пока мы выбираем, пару моментов расскажу. Если зайти во вкладочку «Инфо», мы увидим здесь вот три слова. «Static», «Dynamic» и «Physics» и галочки. Что это значит? Не каждая модель может в CS 1.6 обладать физикой. Не каждая может быть статичной, и не каждая может иметь анимацию. Именно это и показывают эти галочки. То есть, вот, допустим, выбрал я вот эту модель. Что это? Так, неважно. Выбрал я эту модель. Видим, галочки стоят напротив «Dynamic» и «Esthetic». Значит, эту модель мы можем разместить с помощью антиобъектов «PropStatic» и «PropDynamic». И, соответственно, играться с этими свойствами именно этих антиобъектов. Ну, так, надо поискать. Ну, в общем, где-то здесь, вдали, мы найдем объект, который будет обладать, к примеру, свойствами только «Dynamic». Мы сможем добавить его только с помощью антиобъекта «PropDynamic». Объекты, которые могут использоваться как «Static», то есть отмечен только «Static», только с помощью «PropStatic». Если отмечены две галочки, мы можем выбрать любой, который нам удобнее или который нужен нам. А если отмечен «Physics», то уже этот объект может, эта модель, может взаимодействовать с физикой в игре и может быть использована как физическая модель в игре. Ну, давайте вот выберу как раз эту подушку. Так, кстати, насчет вкладки «Skins» может кому-то будет полезно. Если для модели какой-то представлен другой набор скинов, то есть внешнего вида, здесь будет отображаться весь список, из которого мы сможем выбрать. Но для нашей вот этой подушки ничего нет. Просто жмем «Ок», нажимаем «Применить» и видим, что на нашей карте появилась подушка. Разместим ее поближе к земле. И такой сейчас быстренький базовый такой. Пару слов можно сказать о том, как работать с этим объектом. Здесь, в принципе, ничего сложного. Здесь все то же самое, что мы делали с брашами. Мы можем два раза нажать на этот объект. Мы можем начать его крутить. Любой из плоскостей, которые нам нужны. Можем по нажатию клавиши «Shift», допустим, и удерживая левую кнопку мыши, создать дубликат нашей модели. И, допустим, зайти точно так же в свойство, поменять на другую модель. Это такой был скучный урок основы моделей, какие они бывают. И добавили мы с вами первые модели. Дальше у нас будет второй коротенький урок про проб динамик. И затем третий урок про физические модели. Всем спасибо. С вами был Ботик. Пока.